Ассаламу алейкум, приветствую всех, дорогие и друзья. Когда я узнал, что люди собирают подписи и петицию против постройки мечети, я был очень разочарован. Люди стоят на улице на коленях зимой, преклоняясь своей лудьбы к холодному полу, потому как нет места в мечети. Хвала Аллаху, очень много поклоняющихся. Мечеть попадает в самую малую часть молящихся, все остальные на улице. Один спортсмен попытался оправдать данную инициативу, говоря, что не может смириться с таким большим масштабом постройки на 60 тысяч человек. Мне было неприятно его слышать. Говорит, самый большой храм на 10 тысяч человек. Вы когда-нибудь видели храмы с меньшей вместительностью, где не было бы мест от потока поклоняющихся, и им приходилось бы стоять на улице на холоде? Я никогда с таким не сталкивался. А если бы столкнулся, я пожелал бы им помещения побольше, чтобы не мерзли. Я хочу обратиться к людям, которые занимаются этим. Хочу спросить, почему и зачем? Как я знаю, ваше верование гласит, если ударят по одной щеке, подставь вторую. Но вы ведь сейчас в роли бьющего. А как начать собрать петицию против ночных клубов, где разврат, стыд, срам и опасные, опьяненные с наркоманины и люди? Это было бы более целесообразно. Даже если вы остановите постройку мечети, выйдите, все равно не сможете остановить поклоняющихся. Мы хоть на улице, хоть на льду, все равно встанем, соберемся и будем поклоняться нашему создателю. Эта петиция не против постройки мечети, а против того, чтобы люди были в тепле, чтобы люди не мерзли и были в тепле. Это петиция о том, чтобы мусульмане мерзли и испытывали трудности. Если бы вы заполняли свои храмы и сердца верой в Господа, то мы сейчас не столкнулись бы с такой бессовестностью. И мой пост был бы о дружбе, любви, понимании, сопереживании. Желаю благ вам и вашим семьям. И самое главное, не мерзните, дорогие друзья. И чтобы у вас всегда было место, теплое место, где можно помолиться.